Сегодня состоялось последнее в этом году заседание местного совета. В повестке значилось 25 проектов решений. Как и ожидалось, больше всего времени народные избранники уделили вопросу об аренде помещений по аллее Седулина 75-Б, где, как известно, располагается христианский медицинский центр. Договор об аренде у самоуправления этого здания истекает 8 января. Как известно, администрация мэрии решила вынести на рассмотрение совета вопрос об объявлении нового конкурса. По той причине, что христианский медицинский центр ненадлежащим образом выполнял условия договора. В 2015 и 2016 году были задолженности за аренду. Означало это только одно – конкурс может выиграть и кто-то другой, а медцентр, в котором более 1300 пациентов, рискует остаться на улице, поскольку при участии в этом конкурсе у него не будет никаких преимуществ. Два комитета на своих заседаниях высказали за то, чтобы голосовать за проект решения об объявлении нового конкурса, а еще два склонились к альтернативному голосованию о продлении договора на три года. Хочу сказать, что на этот вопрос мы обратили довольно-таки большое внимание на комитете, обсуждали его долго. Там, насколько я понимаю, проблема была и есть юридически, что нас убеждают, что нельзя продлить договор. И для чего был вынесен вопрос на совет? Для того, чтобы, к сожалению, к нам не пришел на комитет директор центра. На какие-то комитеты, я знаю, был директор, на нашем почему-то не было. Было много вопросов, поэтому, чтобы не случилось у них проблем 8 января, чтобы не случилось так, что и конкурса не будет, и администрация не сможет им продлить договор, чтобы они не остались там нелегально, наш комитет принял решение вынести этот вопрос на совет. Я вот получил уже после комитета пращемос, ну не я один, каждый член Совета. Сейчас вопросы, Ваня. Да, я спрошу, да, именно по этому пращемосу, чтобы освободить от аренды. И на потопу, перейти на паналду. Все мы знаем, сколько там жителей зарегистрировано, больше тысячи. И я считаю, это правильное решение. Можем ли мы юридически поставить вопрос таким ребром, чтобы предприятие, которое немало инвестировало в это помещение, я не понаслышке знаю, как это сложно, когда ты инвестируешь, потом платишь и за отопление, и за воду, и за аренду, это очень сложно. Плюс они, на мой взгляд, занимаются благим делом. Поэтому можем ли мы поставить так вопрос юридически, чтобы не продлевать договор, а просто их перевести на пиардовую паналду, чтобы люди могли быть освобождены от арендной платы. Это вопрос, не знаю, либо к Агате, либо к Юра-делу, потому что, ну, я считаю, такие движения, чем они занимаются, нужно только поддерживать. Если мы это можем юридически сделать, то тогда у меня возникнет второй вопрос. Было три обращения. Первое обращение, оно послужило причиной тому, чтобы этот вопрос был вынесен на комитет, а после комитета были еще два обращения. Но эти все три обращения, они немножко друг другу, ну, как сказать, противоречны, одно и то же. Поэтому ваше мнение, на какое из трех ваших обращений стоит обратить внимание и почему? На самом деле, действительно, как позже оказалось, вот то обращение, когда мы просили безвозмездную аренду передать помещение, оказывается, в этом году поменялся закон и летом вступил в силу, и мы просто лишены права претендовать на это, потому как наш учредитель – это частное лицо. И, естественно, этот вопрос, он отпадает, как бы мы все не хотели бы, чтобы это было. По поводу двух других обращений, я думаю, что стоит рассматривать одно – это продление аренды на три года, и отбросив, если это возможно, отбросив все те претензии к сторонам, друг другу, да, что мы не вовремя когда-то платили. И действительно, становление организации на ноги, вот, как Иван говорил, да, он понимает, что это такое, ее было тяжело ставить, нужны были вложения, финансирования не было, потом оно было очень маленьким, но на сегодняшний день, если оценивать ситуацию трезво, да, мы встали на ноги. Да, у нас есть 1300 пациентов. На сегодняшний день у нас уже не 23, а 24 специалиста, потому что к нам еще пришел работать кардиолог, и завтра состоится первый прием пациентов. И понимая важность этой организации, ее миссию и удобность для жителей, у нас контингент в основном пожилых людей, тем, кому удобно прийти близко к дому на капельницы, на инъекции, там, на перевязки, на осмотр, за рецептами, на прием к врачу, вот, то я думаю, что все остальное, что было в прошлом, так, чисто по-человечески, оно не актуально. Мы смотрим, что есть сегодня. Сегодня мы никому ничего не должны. Сегодня мы делаем благое дело. Мы удобны для жителей. Я думаю, что мы удобны для города, мы удобны для вас, господа депутаты, тем, что есть такая деятельность, о которой люди хороших отзывов. Поэтому остается, конечно, решение за вами, имеем ли мы право продления договора. На конкурс мы не хотим идти по одной той простой причине, что по закону мы будем лишены права первенства, и никто не может дать никаких гарантий, что не появится какая-то другая заинтересованная организация, участник в конкурсе. И выставлять на такие риски наши предприятия, я думаю, что это просто не имеет места быть. Это наш город, это наша деятельность, это наши пациенты, это наши жители. И не вижу ни одного аргумента, почему мы должны рисковать этим предприятием. Позволю заметить, вы все правильно сказали, полностью поддерживаю то, что вы сказали, кроме одного, что решение за нами. Мне кажется, что тут решение не только за депутатами, но это больше вопрос юридический. Если так можно сделать, то я думаю, что тут вряд ли найдется кто-то, кто не поддержит это решение, потому что, кроме того, что вы сказали, я могу от себя добавить, что приходит много, и было, и есть много нареканий по работе государственного медицинского учреждения. И то, что в нашем городе есть альтернатива, так скажем, конкуренция, это очень хорошо. И наша задача только развивать эту конкуренцию и помогать этой конкуренции. И если в будущем у нас есть возможность рассмотреть для предприятий подобных вашим какие-то дополнительные льготы или поддержку, так это будут полностью оправданы. Какой вопрос? Сейчас вопросы выступления. Я говорю комментарий к тому, что вопрос зависит не от нас, а если это можно юридически так сделать, и, соответственно, это уже вопрос переходит к юроделу, и если так это можно сделать, то так и надо делать. Это, естественно, вы полностью правы. Но еще один момент, что вы также правы, что появится больше конкурентов. Если дальше будем вот эту тему раздувать, писать, может быть, в других городах Литвы об этом, еще больше конкурентов появится. Может, с Латвии еще придут конкуренты. Да пускай приходит в помещение много. Нет, просто я говорю, что если не к этому, я насчет вашего именно помещения говорю. Просто если бы этот вопрос искусственно не был сделан вильнюсскими журналистами в такой стороне, который сейчас у меня есть, проблемы я вообще не вижу никакой. Вот если честно. Ну так тогда, тем более, ее и не должно быть. Если она предполагалась, что ее не будет, я думаю, что ее не должно быть. Не знаю, что еще, на какие вопросы я могла бы еще ответить. Поэтому у меня только вопрос к юристам остается. Меня беспокоит, что проект решения сегодня – это объявлять конкурс или не объявлять. Где гарантии, что если не объявлять конкурс, то с христианским центром будет порядок и продлен. Я хочу, когда принимать решение, должно быть в проекте указано, чтобы я знал, что 8 числа не случится каких-то новых непонятных телодвижений, и опять начнутся какие-то проблемы. А там есть альтернативные, там два решения. У нас много самоправления программ, где просто даются деньги на поддержку бизнеса и так далее. Вы обращались за помощью самоправления? Получали помощь или нет? Весь период деятельности обращались два раза. Как раз когда был такой самый сложный период, самый большой финансовый кризис в 2015 году с просьбой засчитать задолженные средства в счет ремонта. Такого нигде не предусмотрено. Чисто так по-человечески обратились, что может быть пойдут на встречу. Может быть, где-то все-таки в документах есть прописано, и нам зачтут вложенные средства за счет аренды. Но, к сожалению, мы получили отрицательный ответ. Второй раз мы обратились с просьбой освободить нас от арендоплаты сроком на полгода, но опять же получили от администрации отказ. Аргумент был такой, что когда мы рассчитаемся с долгами, тогда, пожалуйста, присылайте вопрос, и мы будем рассматривать его на совете. Но из-за своих долгов, скажем так, потерпели. Ну, что поделаешь. Несмотря на то, что заведующая юридическим отделом самоуправления Неринга и Фимовеня альтернативное решение поддерживать была несклонна, народные избранники поступили по-своему. Вопрос уже на данный момент не юридический, не какой-то, а чисто человеческий и чисто политический. Осталось два дня до Нового года. Десять дней до Рождества православного. Праздники. И сейчас что мы хотим принять? Ничего. По большому счету у нас нет вариантов, кроме альтернативного решения. Почему? Сейчас не надо углубляться, кто виноват, как виноват, почему там что-то недоделал, что-то переделал, или еще наоборот что-то сделал. Это мы погрязнем в этих дебатах неизвестно сколько времени. Восьмого числа 1300 человек останутся без обслуживания. Соответственно, мало ли кто заболеет или еще что-то. В принципе, другие юридические, как говорят, вот может неправомерность, принимаем решение, если кто-то будет против, соответственно тогда подаст в суд, будут писать бумаги, это будет много-много времени. И за это время, за это время уже, и администрация, и совет, соответственно, смогут прийти к решениям, которые или дальше продолжать эту деятельность, или закончить ее в городе. Это как уже кто хочет. Но на данный момент у нас альтернативы нет. Мне, конечно, тоже куча вопросов было, например, почему мы утвердили 7 декабря порядок, зная, что вот это решение, вот этот вот уже вопрос висит. И многие знали о нем. И приняли решение 7 декабря, чтобы не продлевать это решение об аренде. Но это уже, я говорю, нюансы, нюансы. Но на данный момент это чисто человеческий. И поэтому, я не знаю, понятно сейчас, многие будут опять дебатировать, что надо альтернативы. Я думаю, надо прекратить дебаты, потому что у нас другого выхода нету. У нас другого выхода нету на данный момент. А после праздников спокойно сесть, пусть администрация продлевает договор, и, соответственно, дальше пусть работает, и находим решение. Все, что я хотел сказать. Да, очень хорошее предложение. По-русски скажу, потому что, да, я предлагаю просто голосовать сегодня только за альтернативное. Бендру сутерему. Это надо понять, что и самоуправление виновата, что неправильно там договор выполняло, и самоуправление, и подвал тек, и крыша, и, может, и Номотоес, арендатель, но я вам хочу что сказать. Мы, когда выбирали эти помещения, они в каком состоянии было, все-таки вложено 42 тысячи евро. И они создавали уют этому помещению, они ремонтировали. Мятинка Мосалигос, это когда недосматривается еще помещение. Это было сделано все, чтобы этот центр поликлиника, она выполняла, получала лицензии и выполняла свои обязанности, то есть перед жителями. Это, Игорь правильно, Доведюк сказал, это альтернативное. Чем больше у нас альтернатив, тем больше мы можем совершенствоваться. И спасибо батюшке Георгии, который сегодня приехал к нам, это его заслуга. И Светлане Устеменко, и Ирины Кейзо, которые действительно ходили, искали помещение в городе. Мы хотели в поликлинике, поликлиника не очень хотела принимать. Это вся история. И сегодня самое мудрое решение, не только политическое, но я думаю, что и законами обоснованное, это продление на три года, что и мы, альтернативный проект решения есть предоставленный. Я хочу напомнить, по-русски скажу, всем членам совета, на комитетах обсуждали, очень внимательно, задавали те же вопросы, может сегодня задавали те, кто не присутствовал. Каждый вопрос, каждый ответ получали, обсуждали. И я думаю, мы сегодня большинство пришли с мнением о альтернативном решении. Оно же и появилось после заседания. Если уже молодежь решила альтернативный поддержать, так я думаю, что все задали весогиностый мяс. Нет, если вы решили поддержать, я вижу, что вы поддерживаете альтернативное. Ну хорошо, значит, никогда не было другого. Практически все члены совета проявили единодушие. 18 проголосовали за продление договора об аренде помещений на 3 года. И лишь Айрида Друзь воздержалась. Что тут добавишь? Пациенты и работники христианского медицинского центра могут спать спокойно. Продолжение следует...